добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о путях божьих благословений в нашу жизнь 11 глава 16 стих книги притчи кто удерживает у себя хлеб того клянет народ а на голове продающего благословения и так друзья забота о других людях приносит в нашу жизнь благословение не просто когда мы думаем о других говорим там грейся питайся и так далее а когда мы раздаем то что у нас есть расточаем свои материальные физические духовные богатства на других людей когда мы это делаем когда мы берем от своего и мы начинаем раздавать людям это приносит божью благодать божье благоволение в нашу жизнь я часто сталкивался с теми ребятами которые были уверены в том что то что приходит к ним от господа это дано им но я более чем уверен в том что это совершенно неправда как только ты что-то получаешь от бога некий такой узнаете вот кусок возьми части отдай другому и тем самым ты умножишь это благословение как в собственной жизни так и в жизни этого другого человека я уверен в том друзья что когда бог что-то тебе дает он ожидает что ты этим в обязательном порядке будешь делиться это касается спасения это касается материальных вещей это касается всего абсолютно всего почему вы думаете так много в писании о пожертвованиях то есть когда тебе бог благословил ты ты просто вот вот вся библия тебя побуждает что должен взять какую-то часть или павел где-то делить у себя и дать тем кто в этом нуждается и это путь благословения вы знаете многие люди говорят почему американские церкви такие богаты а мы такие нищие я более чем уверен знаете чем детей с детства приучают в америке быть жертвенными помогать другим людям отдавать что-то от себя там так далее так далее так далее мы привыкли что он нам всегда что-то дают мы привыкли что нас благословляет мы так нам приезжают люди мы ожидаем что они что-то с собой привезут но начните быть благословением для других начните отламывать от себя и благословлять других и источник благословения никогда не иссякнет для вас потому что это нравится богу когда ты обрел спасение вот как вы думаете почему новообращенные люди самые успешные в благовестии потому что это свежо ты что-то получил взял это и пошел делиться с другими людьми и это нарастает но потом что-то тебя останавливает и ты начинаешь думать о ю надо же там денег под заработать надо как-то дом достроить надо сделать то-то-то-то карьеру в конце концов сделать и ты перестаешь делиться и вдруг радость спасения она куда-то исчезает это касается абсолютно всех вещей и так если вы хотите чтобы божье благословение приходило и умножалось и никогда не прекращалось делитесь этим с другими